Всем привет! На связи Евроспорт.ру. Это уже ставший традиционным подкаст из Мильбурна. По итогам второго круга Австралия Нопан. Меня зовут Антон Ханкаян. Со мной Максим Нинчевский, комментатор каналов Евроспорт. Мы подводим итоги второго круга. Начинаем с россиян, которых стало немного меньше. Максим, кто тебя порадовал больше всех по игре, в первую очередь? Не по счету, а по игре? Ну, если говорить о мужской сетке, то меня сегодня порадовал Данил Медведев. Накануне Анастасия Павлюченкова. И, в принципе, я вижу неплохой их проход. Хотя, опять же, тому же Медведеву играть с Гафеном дальше, Павлюченко играть против Соснович. Но это те, наверное, вот так по каждому теннисисту выделил, которому, в принципе, в игровом плане отдаю не то чтобы предпочтение, но именно такой проход, который возможен, если не случится чего-то экстраординарного. Мария Шарапова накануне победила и ждет нас битва против Каролина Возняцки. Неплохо, неплохо, опять же, для турнира. Но, опять же, всегда Марию по самым высоким меркам оценивают. И судить о ее состоянии по двум матчам против Дарт и против Петерсон, конечно, не стоит. Ты всего три гейма отдала в двух матчах. Да, да, то есть, в принципе, это такая стабильная Шарапова, которая и должна проходить игроков на классе в каком бы ни был состоянии. То есть, если только там действительно никакая несерьезная травма, из-за которой она снялась в Шенчжене. То есть, удалось все-таки неделю провести в тренировочном процессе, где-то немножко, как она сказала, 3-4 дня даже отдохнуть, привести тело в порядок и дальше уже действовать. Но, опять же, во-первых, сама Шарапова говорит, что вторая неделя турнира Большого Шлема для нее это никогда не четвертый круг, а именно четвертьфинал минимум. То есть, она мыслит такими категориями, категориями чемпионскими. Такой результат Насти Павличенко тебя удивил? Все-таки по прошлому сезону как-то ее колыхало. Тут два таких боевых и классных матчей. Вы знаете, результат именно не удивил, потому что она уже играла на Австралии на Open, по-моему, даже в четвертьфинале она играла, если честно. Вот как раз с Светланой Кузнецовой они встречались в четвертом круге на одном из турниров на Австралии на Open, не удивил. То есть, у Насти игра есть. Вопрос того, как она именно справляется психологически, потому что очень много таких нюансов, которые могут тебе мешать во время игры. Где-то ты подумал о том, что можешь проиграть этот розыгрыш, далее гейм, и, как правило, это бывает затягивается. И вот уже сетка, и соперница приобретает уверенность. То есть, теннис, это ведь не только действительно удары, это вопрос психологии. С Бертонс она сыграла просто здорово. Во-первых, она Бертонс переиграла на задней линии. Во-вторых, она ее переиграла в силовой манере. То есть, мы знаем, как Бертонс может шарашить по линии. Настя отвечала, и отвечала нереально здорово. И что понравилось, Настя выходила к сетке, она была разнообразной. Может быть, она не так часто это делала, но она делала это тогда, когда это действительно было нужно. И в этом плане у нее действительно поставлена игра. У нее есть четкое осознание того, что она должна делать. Команды, они проводят очень хорошую работу. Как будет дальше, посмотрим. Но, в принципе, сетка изначально, даже когда она была опубликована, показалось, что у Насти довольно такая хорошая. То есть Соснович, Стивенс, но пока, опять же, никогда нельзя в теннисе заглядывать дальше одного матча. Остался у нас Карен Хачанов как-то немного в стороне. Ты сегодня говорил, что по игре, если бы вдруг, теоретически, мы бы увидели матч Медведев-Хачанов, то ты не был бы уверен в том, чтобы повторился результат того, что было на Кубке Кремля. То есть Дане сейчас тебе нравится больше. Именно в игровом плане на данный момент, да, может быть, потому что я увидел в двух первых матчах обоих. Но суть в том, во-первых, Кубка Кремля мы действительно не увидели бы именно такого же счета, да, потому что другие условия, другие, другая погода, другие, в конце концов, корты. Да, корты быстрые, да, возможно, они чуть больше подходят. Дане на самом деле обоим подходит, они и Медведеву подходят, и Хачанову. Вопрос в том, что именно против Ниссиоки, в принципе, Карен действительно выиграл этот матч на классе. Но были определенные какие-то ошибки, да, они свойственны любым игрокам. Да, но против того же Баутиста он должен прибавлять. Он должен, на самом деле... Карен мне нравится всегда своим отношением к делу. Он реально очень собранный игрок. Но другое дело, чтобы подчистить все неточности, которые у него есть, и которые, в принципе, проскальзывали в определенные моменты второго круга, вот это действительно будет важным. Особенно против цепкого Баутиста Агута. Очень, конечно, хочется, чтобы и Карен, и Даниил прошли как можно дальше. Будем смотреть, опять же, третий круг, наверное, для обоих. Опять же, оба встречаются с сейными теннисистами. Хотя и Карен, и Даня на сей раз выше, получается, в рейтинге, чем тот же Гафен и тот же Баутист. А это уже уровень. Пожелаем удачи нашим ребятам в третьем круге. Второй круг получился почти без потерь среди ребят, скажем, от которых мы ожидали выхода в третий. Из тех, кто вылетел, кого ты не ожидал? Ну, наверное, в большей степени я не ожидал Андерсона, поражения от Тиафо. И как раз-таки вот это молодое поколение, которое усиленно пиарится, но уже вот действительно на пятки наступает. Я не уверен, что созрело оно для победы на турнире Большого Шлема, но в целом определенные сюрпризы, то есть в одном отдельно взятом матче, они выстрелить могут. Хотя Саша Зверев доказал на том же итоговом, что могут выстреливать и в целом в нескольких играх подряд против Федора Джоковича. Но, опять же, турнир Большого Шлема — это пять сетов. Это не три сета. Это очень важно помнить. Ведь Джокович — шестикратный чемпион Австралии на Опен, как, собственно, и Федор. Поэтому против них все равно. На именно большом турнире, мне кажется, пока еще придется сложно, во-первых. Во-вторых, непонятно, в каком состоянии Саша. Будем надеяться, что повреждение или травма, что это было, когда он отказался от тренировок до Австралии на Опен в один из дней, что ничего серьезного не будет. Именно Андерсона не ожидал, потому что Андерсон, знаете, такой, хочется сказать, тихоход, хотя тот теннис, который он показывает, не позволяет мне такое выражение к нему применить. Но вот он спокойно свой минимум четвертьфинал знает, добирается на любом турнире Большого Шлема. Ну, может быть, на Ролангарос шансов чуть меньше обычно. Но здесь, во втором круге, он явно не добрал очков. При том, что Андерсон в начале сезона выиграл турнир в Пуне, выиграл выставочный турнир, где играли... Нет, выставочный он, я немного, да, перепутал. Но в официальных матчах не проиграл. На выставке он Джоковичу проиграл в Абу-Даби. Но суть в том, что в целом он начал этот сезон довольно добротно. И тут поражение от Тиафо. Надо отдать должное, конечно, и самому Фрэнсису. Но это что касается неожиданности. И второй сейный игрок, который вылетел, это Доминик Тим. Но тут я скажу, что для меня это скорее ожидаемо было. Тут как раз-таки противоположность Андерсону. Три поражения на выставочном турнире. Да, можно говорить о том, что к нему несерьезно относятся. Но два поражения от Карына Хачанова. Одно поражение от Хёны Чёна. Это только на выставке. И дальше в Дохе он проигрывает в первом круге Пьеру и Югу Эрберу. Не хватило, а, игровой практики. И, в принципе, притирки к соперникам. Возможно, к некоторым да. Плюс он сыграл пять сетов с Пэром. И сказал, что в третьем сете уже так немного где-то, может быть, расслабился. Где-то почувствовал какую-то легкость. Ну вот не знаю, что это было. То есть вряд ли это было именно то, что тело дало о себе знать, что он так напрягался в двух сетах. И затем в третьем уже подсел немного. Хотя, возможно, это тоже. И, представляете, после такого долгого пятьсетного матча, который закончился в третьем часу ночи по Мельбурну, он чувствовал себя здорово на следующий день. А в день игры, непосредственно в день матча второго круга против Алексея Попырина, сказал, что, во-первых, в день игры тело начало просто нереально болеть. И по ходу матча тело просто продолжало ныть. И эта боль нарастала еще больше и больше. Он сказал, что с такой ситуацией, с таким состоянием нет смысла продолжать встречу. И, в принципе, снялся по ходу третьего круга. Но я не буду скрывать, что я, правда, сказал, что либо в первом круге, либо во втором Доминик Тим вылетит. Я думаю, что это даже ты, Антон, подтвердишь. Суть в том, что в первом круге, да, это были пять сетов, но во втором это было, к сожалению, физическая, как казалось, неготовность. То есть Попырин чего-то такого сверхвыдущегося не сделал. Он просто воспользовался тем, чем воспользовался бы любой игрок, который, в принципе, выступает на турнир Большого Шрима. Или нет? Вы знаете, когда человеку 19 лет, у всех же у них, у пацанов, у них глаза горят. Они действительно могут в одном матче, да, им не хватает какого-то опыта, но вот этот драйв, кураж, на котором ты играешь, тем более на глазах родной публики, да, у него русские корни, русские родители, но они переехали в Австралию в 98-м году, а в 99-м родился Алексей. То есть он, в принципе, и по-русски-то говорит. Но здесь именно и поддержка сыграла, и, если честно, я комментировал его матч против Алекса Доминора в Брисбане на первой неделе, и там было 2-6-2-6, но даже в эфире я сказал, что, простите, есть разные 2-6-2-6. Можно выходить на корт и все стрелять по аутам, и получить свои условные 2-6-2-6. А у Алексея, в его 19, у него есть игра, у него есть удар справа, он ориентируется на Дель Поттера, ну, как говорится, кто бы не ориентировался на Дель Поттера, да, если есть именно сила. У него нет завершающего удара, а этот завершающий удар – это фактор как раз-таки матчей, фактор того самого опыта, того самого мяса в ATP-туре, которое, в принципе, должно быть, и которым он начнет обрастать. Папырин, кстати, тренируется в Академии Патрика Муратоглу. И сегодня так парой фраз еще до начала матча с Муратоглума перекинулись, и он говорит, да, действительно, тренируется, и хороший парень. И, в принципе, Патрик обращает внимание на молодежь. У него есть определенные такие теннисисты, которые могут заявить о себе в будущем, в том числе и у девчонок, и у парней. Но я не могу согласиться, что он ничего выдающегося такого не показал. Я не видел, опять же, матч. Я не видел матча, не могу судить. Но я видел его игру, тот теннис, который, в принципе, у него есть. Если он при тех же 2-6-2-6 от Доминора показал хотя бы такую же игру, и хотя бы были у него завершения комбинаций, надо посмотреть, сколько активно выигранных мячей у него. Это тоже важно. Может быть, там действительно все тимно ошибался. Статистику надо глянуть. Но мне нравится его игра. Мне нравится именно то, даже как он себя вел. То есть он вроде летел 2-6-2-6, но даже по ходу встреч. Он не кидал ракетки, он спокойно шел на следующий мяч, он настраивался. То есть вот этот, не знаю, мне нравится, когда люди сосредоточены на своем деле. И когда они, наверное, свое дело знают. И я уверен, что у него, в принципе, впереди неплохая карьера. Вопрос именно как сейчас. Это, по сути же, его первый сезон. Да, ему давали в Алкар на Австралию на Опен. Да, он был чемпионом юниорского Роланга Рос. Но не было такого полноценного сезона. Посмотрим, как дальше. Сейчас он уже вышел в третий круг. Надо смотреть, что там по рейтингу. Войдет ли он в сотню. А сотни — это совершенно другие. Ну, сотни, наверное, рано. Там, наверное, все-таки сейчас вторая сотня. Валдкарт ему дали, но уже третий круг. Уже. И причем Тима выбил. Надо смотреть, с кем он дальше играет. То есть это тоже важно. Я надеюсь, что у него все будет здорово. И Попырин. Попырин будет играть с Люка Пуем. Спокойно может проходить. То есть Пуй, он сейчас тоже в поиске своей игры. Он тренируется под руководством Мили Моразмо, но оба они говорят, дайте нам время. Потому что Пуй действительно ищет. Дальше, да, дальше, если он Пуй пройдет, но это уже будет, на самом деле, довольно такой потолок. Дальше будет, возможно, и вполне вероятно Чорич. Но, опять же, посмотрим. Никогда не знаешь, что может случиться в каждый отдельно взятый день. Топы, про них вообще есть что сказать? Или все слишком заурядно было? Ну, топы, я имею в виду топ-5. Женский и мужской. Симона Халеб снова были проблемы. Рафаэль Надаль, Роджер Федерер вроде бы очень заурядно свою работу сделали. А что-то такое запомнилось в этом круге? Или все было очень будничным? Ну, опять же, не думайте, что мы тут прохлаждаемся и сидим целый день матчи смотрим. Наоборот, бегаем по интервью. То есть, ну, даже на Род Левер-Арену еще ни разу не удалось выбраться так, чтобы действительно всецело посмотреть какой-то матч. Да, комментировал Тима Перра, но это другой разговор. А именно с центрального корта, на который ставят всех топ-игроков, ничего глянуть не удалось. Какие-то отдельные фрагменты, хайлайты, где-то в лаве пару геймов. Посмотрим. Опять же, топы, для них первые два круга, это такая разминка. Так или иначе, когда тебе не встречается сеянный игрок, когда ты чувствуешь себя в роли фаворита, когда соперник уже как раз-таки думает, ой, я сейчас выхожу против самого Роджера Федерера или против самого Надали. На арену Рода Левера. На арену Рода Левера, на глазах Рода Левера. 16 тысяч. Ну, то есть, суть в том, что, конечно, ну, такое часто, конечно, говорили больше про, наверное, Рафаэля Надали, хотя к Федереру это тоже применимо, что, в принципе, 90% теннисистов и их соперников, они проигрывают в раздевалке. В женском туре так говорят про сирену, да? Ну, действительно, говорят про великих. Когда ты выходишь, а у тебя коленки трясутся. Когда у тебя в руках ракетка, она просто, ну, не знаю, мечется. Когда ты не можешь поймать мяч от болбоя. Ну, то есть, много факторов, много деталей, на которые даже можно во время матча обращать внимание. Да на разминки. Я очень люблю пятиминутные разминки, когда их удается посмотреть и сделать какой-то вывод, как человек, подал ли он все мячи, не подал ли, куда он направляет. Хотя они все, конечно, игровой план соперников изучают. Но, тем не менее, даже по разминке, можно сказать, готов ли человек противостоять топу или нет. Хотя не всегда, конечно, это удается там со стопроцентной точностью. Но, тем не менее, это были будничные победы, действительно. И как раз-таки для них проверка уже начнется с третьего, четвертого круга. Ну, так говорим, у Симона Халеб были проблемы. Да, я в основном, да, конечно, говорил сейчас больше про мужской тур. Халеб. Халеб посеяна под первым номером, но у нее непростая сетка. Это первое. Второе. У нее нет в боксе тренера Даррен Кейхел, который просто, знаете, мне кажется, какую-то ей космическую такую уверенность сселял. И на протяжении нескольких лет, что они сотрудничали, так просто пронзал ее взглядом. Хотя, опять же, он сидел довольно внешне спокойным. Но, тем не менее, он смотрел на нее и говорил, ты можешь, ты можешь. То есть, он забирал от нее неуверенность, которая, в принципе, после трех финалов Большого Шлема, два на Ролангарос, да, один на Австралии на Опен, поражение от Возняцки в прошлом году, он сумел довести ее до титула. До, возможно, самого желанного титула в ее карьере. У нее были проблемы. Она завершила сезон досрочно. Она сейчас не в лучшей физической форме. Она вытаскивает два матча, она вытащила на морально-волевых. И это здорово. За ней интересно наблюдать. У нее дальше по сетке две сестры. И я не уверен, что обеих она пройдет. Да, возможно, с Винус в игровом плане у нее будет какое-то преимущество. Но против Сирены, мне кажется, Сирена, разбавшивавшаяся после двух поражений в финалах турнира Большого Шлема, мне кажется, она мотивирована. Возможно, даже как никогда. Даже больше, чем непосредственно после возвращения. После возвращения Сирены? Да. Ну, она в принципе... После поражения... Нет, она в принципе мотивирована. Человек такого уровня возвращается только за одним, чтобы побеждать на турнирах Большого Шлема. Другой такой задачей не стоит. Ну, я считаю, не побит рекорд, да. Да, если честно, мне кажется, хотя может быть Сирена, конечно, но не знаю, что она... Не думаю, что она непосредственно... Вот, мне нужно действительно побить рекорд, чтобы стать самой легендарной, самой из всех. Да, это цифры, о которых ей все время напоминают на пресс-конференциях. Она возвращается, чтобы быть первой. Это цель любого чемпиона. Почему уходит Марэй? Почему он после 16 месяцев мучений сквозь слезы принимает такое решение? Потому что он понимает, что его тело не способно сейчас выдавать максимум, который позволит ему побеждать на турнирах Большого Шлема. А он уже побеждал на этих турнирах. И все остальное у него есть. У Бэк Дэвиса, Олимпийское золото, турниры серии Мастерс. Такие люди, когда они возвращаются в тур, Марэ, Сирена, неважно. Те же Джокович, Федор, Надаль, они же все проходили через травмы. Кто-то в меньшей степени, кто-то в большей. Спустя полгода-год они возвращались, они возвращаются, чтобы побеждать. И когда ты чувствуешь, что ты этого не можешь сделать, ты уходишь. Уходишь именно по своим, конечно, по физическому самочувствию. Сирена возвращалась в тур с одной целью, чтобы победить. Возвращается в тур с этой целью и Виктория Азаренко. Просто у кого-то действительно это занимает чуть больше времени. Но у Виктории, к сожалению, еще всякие судебные тяжбы ее выбивают. Это такая жизненная ситуация, она не может не влиять. Когда у вас что-то случается в семье, что-то не самое радостное, и в принципе, эти разбирательства за сына, конечно, они у нее отнимают дополнительные эмоции. Конечно, они мешают ей готовиться. Речь про Азаренко. А Сирена мотивирована, да, мотивирована доказать. Ну, то есть у нее есть вот эти амбиции именно доказать и себе, и окружающим. И борется она за права всех женщин, всех народов. Но она хочет. Она действительно хочет победить. Теперь главная вывеска третьего круга. Может быть, несколько. Главная, вот я назвал ее главной. Окей, самая интересная. Может быть, она не будет супертоповой по именам, но за которой обязательно нужно следить, если вы что-то хоть понимаете в теннисе. То есть вы лучше, чем я. То есть ты хочешь, чтобы я сейчас сказал Алексей Попырин против Луки Пуи? Ну нет, давай совсем без артхауса не уходить. Такое интеллектуальное кино для каждого. На самом деле здесь в третьем раунде кино для каждого хватает. То есть нельзя... Мы говорили, Шарапова-Возняцкий, мы уже поняли. Мне очень интересно будет глянуть матч Деминор-Надаль. Во-первых, это первая ракетка Австралии против легендарного Рафаэля Надаля. Это первая ракетка, которая играет с той интенсивностью, речь про Алекса, которая вызывает симпатию. То есть, в принципе, у Австралии сейчас много игроков, тем более на родной земле, которым в том числе дают валдкарт, которые могут выстрелить, выстреливают в какой-то момент. Но Деминор нацелен. Он такой, знаете, своеобразный антипод Кириосу. И то, что на этом турнире как раз-таки Деминор проходит дальше, а Кириос выбывает в первом круге, это возможность и Нику пересмотреть свое отношение к делу. Да, не повезло где-то с сеткой, что он попал на Раунича. Но сейчас Деминор ставится во главу, во главу именно Тенниса Австралии. Почему Хьюит сидит в боксе и Кириос на это? Ну, не жалуется, он так подтрунивает, мне кажется, над Хьюитом. Он консультирует Хьюит Деминора. И он, в принципе, и Деминор забирает какие-то вещи. Вот такая, знаете, легкая такая нервозность и в том числе легкий драйв на корте. Такая интенсивность, которую играет Деминор. И это интересно. Да, он, правда, накануне чуть Лаксонин не проиграл, но это вопрос, как сказал тренер Джоковича, Марьяна Вайда, это вопрос того самого опыта. То есть он еще не созрел. 19 лет, да, сейчас в турнире Большого Шлема выигрывают те, кому за 30, все еще большая тройка на коне. Поэтому, да, этот матч будет интересный. И Чилич с Вердаско матч тоже интересный. Вердаско в Австралии он всегда творит. Мы же помним тот легендарный полуфинал 2009 года против Рафаэля Надали. когда просто какой-то космический уровень тенниса. Если вдруг вам сейчас всего 16 лет и вы слушаете нас, а девятый год был... Я вот слушаю. Был, простите, а вот я как раз 6 был в девятом, нет? Если вы не видели тот матч, просто возьмите попкорн и 30-минутную нарезочку перед сном нарезочку не колбаски, а нарезочку хайлайтов. Можно спокойно брать и смаковать, потому что тот матч это легендарный матч на Австралии Нопа. Все, и берите попкорн и смотрите третий круг Австралии Нопа. Мы вернемся через день буквально снова здесь. Мы прощаемся. Да нет, не прощаемся. Работать мы завтра будем. Просто идешь отдыхать, а завтра снова выходишь на работу. Я иллюзию, иллюзию какую-то создаю. Иллюзию обмана, да. Все, всем пока. Да, третий круг Австралии Нопа ждет нас в новом удивительном дне. Спасибо, смотрите Евроспорт и соответственно все матчи Австралии Нопа. Ну, услышимся, пока.